Привет, друзья, с вами Ваймс, и это вновь Dead South. Поехали продолжать. В прошлый раз я победил босса с одной клеткой, так что теперь я могу играть с двумя клетками. Вроде как. И будем разбираться. Но мне все еще нужно... Да, мне все еще нужно будет достать еще одну руну. Мне это немножко важно. Ну да, очень сложный, удаляет все целебные фонтаны за меня, их одним наполнением. Фляжки в два раза больше клеток при уничтожении врага. Это поможет. Можно сильнее апгрейдить легендарную кузницу, которую я пока что не трогал. И позволяет получить следующую клетку. Поехали. Но перед этим, на самом деле, поехали сюда. Еще один дейлик. Насколько я знаю, дейлики не скейлятся от клеток никак, то есть они всегда одинаковые. Что логично, потому что они дейлики. Это обычно так работает. Но посмотрим, что мне предлагают. Вот эта штука. Лапти-разбиватель наносит критические удары. Если ударить в нужный момент, при сохранении темпа последний удар повторяется бесконечно. Я не знаю, как это работает. То есть я понимаю, как это работает. Но я не знаю, как. Что-то он не повторяется бесконечно. Может быть, я что-то не понимаю. Не ясно. Но попробуем. Поехали. Надо было, наверное, посмотреть на карту. Хотя это, по идее, паузит игру. Так что можно и так посмотреть на карту. Также я вижу электрик нут внизу. И это, на самом деле, более хороший план. Мне кажется. Потому что эта штука я не умею пользоваться. А это не более хороший план. Или она так пищит, потому что я неправильно тармлю. Может быть, кстати. Не уверен. Да ладно. Нет, скорпионы. Нафиг. Проклятый сундук тоже. Нафиг. Не хочу. Я против. Допустим. С монстрового химика понерфили в последнем авдейте. Но на самом деле это довольно прикольная штука. По крайней мере, он был довольно прикольной штукой. Не знаю, как он после нерфов. Бонусные очки. Еще все три стата. Ну да, он ядовитый... Он ядовитое облако делает, которое постоянно накладывает яд в тех, кто в нем находится. И это довольно эффективно. Окей. Амулет. И погнали вниз. В сторону босса. А босс, на самом деле, довольно близко внизу. Я сначала пойду дальше левее. Еще бонусные очки. Ага. Еще сундук. Копьёк. Ковосажатель. Вроде бы довольно неплохая штука тоже. Но меня устраивает то, что у меня сейчас. Могу ли я в дейликах разбирать, кстати, шмот на деньги? Если да, то нафига. Упс, рано перекатился. Бывает. Спятка. Хилка. Тоже бывает. А, я не очень хочу тут быть. Мне кажется, до нерфа этот арбалет был скорострельнее. Но я не уверен, что его только в этом понерфили. И на самом деле, возможно, я не уверен, что его, в принципе, в этом понерфили. Потому что я его один раз вьюзал до этого. И мне он очень понравился. Но. Но это был один раз. Так что не знаю. Окей. Да хватит прыгать, чувак. Ау. Ау. Ладно, он меня особо не убьет, потому что у меня слишком много ХП. Так что дейлик пройден. Ну, не знаю. Не знаю. Блайка. Интересно смотрится. Но как-то не то. Может быть, нужно научиться ее использовать. Или, может быть, просто я сравниваю все такое оружие всегда с... С дудкой из МХ. Которая офигенно. И тут оно явно хуже. Ну, что поделать. Ладно, дейлик я сделал. Мне нужно еще сколько-то для награды. Наверное, там писал, но я не обратил внимания. И поехали. Еще один ран. Я возьму электроплеть. Плюс щит. Плюс сила. Тогда, может быть, не электроплеть, а... Клинок. Хотя плеть сильно более хорошее оружие, в принципе. Все-таки так. Ладно. Тут новые враги. Потому что клетки. Я не уверен, что они делают. Кроме того, что медленно идут ко мне и потом умирают. А тут в комментах писали, что можно сделать. Вот так. Нет. Да. И получить ключ от пещеры. Надо ли его каждый раз? Наверное, да. То есть, если... Ай. Если я не планирую идти в пещеру сейчас, то, наверное, это мне не помогает. Ну, ладно. То есть, не. Насколько я знаю, его надо один раз донести и открыть. Ну, видимо, это именно, что нужно его в этом же ранее подобрать и донести. Ну, посмотрим. А у меня разве не было? Видимо, это был один из тех чертежей, когда я там рестартнул. Не дойдя. Наверное, да. Потому что мне казалось, я находил этот чертеж. Но, оказывается, нет. Ладно. Посмотрим. Электроплеть довольно слабо дамажит. Но самонаводится. И, в целом, она удобная. Эта ловушка тоже достаточно удобная. Вот этот чувак бьет топором. Этот чувак прилетает из-за экрана. Круто. Всегда мечтал. Ну, что поделать? Тут повышение статов. Я буду качать тактику. Потому что, на самом деле, мне нужно идти за руной и за следующей. И мне туда нужно через определенного босса идти. И этот босс очень хорошо убивается дальним боем. И очень плохо убивается недавним боем. Так что... Тактика будет явно лучше, чем что-либо еще. Ну, хотя в каких-то вариантах сила тоже прокатила бы. Ай. Очень неудачное расположение магов. Может быть, стоит делать просто вот так вот. Наверное, да. Наверное, это было бы более логично. Что вообще маги на первом уровне? Зачем? Кто их сюда позвал? Явно не я. Я бы их вообще куда-нибудь позвал из этой игры. Но посмотрим. Чувак стреляет. Ты... Ты умеешь, я знаю. Это медленно. Но работает. И, наверное, это более хороший способ с ними бороться. Но также, мне кажется, я сейчас не наберу достаточное количество убийств. И в таком случае, опять же, лучше рестартнуть. Арбалетчики тоже здесь. Ну да, лучше рестартнуть, потому что... Я все-таки хотел бы... Хотел бы как-то удачно это все пройти. В общем, так же, что мага тоже заморозит. Ну ладно. Может быть и нет. А с другой стороны... Тут нужно всего лишь 15 убийств. Так что, может быть, я наберу. Посмотрим. Но урон получать, а не стоит. Это уже выход. Но это не тот выход, который мне нужен. И это... Второй выход. Да, это второй выход. Как-то они очень близко друг к другу. Ну ладно, это мы уже видели. Это мы уже читали. И я туда пока что не иду. Так что... Так что я оставлю ключ здесь, наверное. И портанусь вот сюда и посмотрю, что наверху, во-первых. Потому что у меня тут кусочек не исследован. Да, тут есть враги. Причем очень хорошо расположены, что я могу их дамажить, а они меня нет. И так же... Наверное, я могу просто телепортнуться туда. Пойти наверх. А, я не хотел сюда запрыгивать. Окей. Там слева еще арбалетчик. А наверху что? Окей, наверху секретка с портаном. Это немножко интересно, но это не то, что я хотел использовать. Ладно. Вроде бы я не встречал еще за эти несколько видео такие секретки. Но, в общем, они бывают. Их нужно поюзать. И они открывают портал. И этот портал это испытание. И сейчас мы с ним разберемся. Наверное, мы с ним на самом деле разберемся. Чуть-чуть позже. На самом деле, я это не буду подбирать. В комментах писали, что этот шприц полезнее, чем кажется. Что он еще убирает паузу между перекатами. Но мне все равно как-то кажется... Не особенно хорошим этот эффект. Ай. Я не хочу туда. Вон, ловите. Пробой бы этой турели. А, серьезно? А можно арбалетчик не будет рандомно стрелять взрывающимися болтами? Ну ладно, я... Я рестарту этот уровень. Не зависит от чего уже. Потому что тут недостаточно врагов. Ага. Ну пошли, по крайней мере, испытание посмотрим. По крайней мере, я покажу, как оно работает. С другой стороны, может быть, у меня как раз не стоит рестарта, потому что испытание дает меня... А, испытание дает мне свиток. Нет, дополнительные статы. И дополнительные статы это всегда хорошо, правильно? То есть, если я в следующем ране получу... Наверное, так... Получу сундук за то, что я не получаю урона. Убил 30 врагов на первом уровне. Но не получу этот свиток. А у меня, в принципе, второй уровень будет проще. Но в целом ран будет сложнее, правильно? Так что, наверное, я все-таки про то уже. Не буду рестартить. Ну да, суть в том, что если я сюда захожу, то... Я получаю сундук. В котором какой-нибудь амулет обычно. И... Свиток со статами. Но потом нужно отсюда выбираться. И это немножко неприятно. Ну ладно. Допустим. Допустим, продолжим. Также еще одна вещь, про которую писали в комментах. Вообще две вещи, про которую писали в комментах. Во-первых... Во-первых, легендарки. Легендарки скейлиться от двух максимальных статов, а не только от максимального. Почему-то в игре об этом ни слова. Но это так. И я даже протестиваю. Действительно так. Так что, какого хрена в игре написано, что они просто бесцветные наибольшие статы учитывают, а на самом деле они учитывают два наибольших? Не знаю. Но из-за этого имеет смысл качать два стата. То есть, допустим, я качаю тактику плюс здоровье, живучесть. И игнорю силу полностью. А не то, что я равномерно качаю силу и здоровье, и... по максимуму тактику. Это одна вещь. А вторая вещь, которую не написали в комментах, но вот здесь есть секретка. И третья вещь. То есть, вторая вещь, которую написали в комментах. Это тот факт, что... можно использовать... Нет. Такую хрень, что я могу поставить обе атаки на одну и ту же кнопку. И тогда я буду одной и той же кнопкой делать и то, и другое сразу. Не с любым оружием это работает, но в некоторых ситуациях это работает. То есть, можно там кидать куна и бить милишкой одновременно. И это вроде как популярная тактика. Но также разрабы эту тактику нервят. В этом патче это должны были убрать нахрен из игры и оставить только в кастомном режиме. В особом. Но у них там что-то не получилось с этим, так что они пока что это оставили, но когда-то в следующем патче они это уберут. Так что не, я не собираюсь этим пользоваться, потому что это... бессмысленно. Так что да. А, ну ладно. Камеры переработки. Вечные улучшения позволяют выбрать один из нескольких стартовых наборов снаряжения. В каждом есть оружие ближнего и дальнего боя, щиты, два навыка. Звучит полезно? Это за переход... Чеману звук вправо. А, это за переход на две клетки. Я получил. Перековка не звучит полезно, потому что у меня все траж. И здесь... Плюс урон рядом с ловушкой, может быть. Или это. Хлыст считается дальним боем. Но пока что я возьму поддержку. Так же, кто-то спрашивал, что за куча мусора, мимо которой я хожу. Типа, это? Я вроде все это хотя бы по разу трогал. Но тут много всяких-то вещей, которые можно осмотреть. И они ничего не дают. Ну ладно. Поехали. Сточные канавы. Здесь, по-моему, кстати, как раз берется чертеж того химического арбалета, который у меня был. Но он не всегда тут есть. Типа, он в секретке. Но секретка не всегда спавнится. И я не уверен, где она. Он у меня был один раз до этого, но он у меня был легендарным. Так что, аннукнут он у меня не был. Как-то много там всего. Ну, допустим. Нет. Ну и да, на самом деле я мог перековать свой хлыст. Это бы сделало его более юзабельным. Но также я планирую его когда-нибудь заменить на что-то другое довольно скоро. Вообще, стоп. Мог ли я перековать стартовое оружие? Не уверен. В смысле, улучшить. Сделать его плюс-версии? Не уверен. Ну, я могу сделать так. О, это даже не убило этого червяка. Серьезно? Ладно. Вау. Он почти успел ударить. Мне нужно больше урона. Сильно. Но, опять же, в основном больше урона. А. Это в данной ситуации значит, что мне нужно не стартовую пушку. А какой-нибудь там плюс сколько-то с плюсами. Со статами и всем таким. Так что, хотелось бы увидеть где-то либо магазин оружия, либо еще что-то. Это чувак, который просил урона. Ладно. Нет, скопил он. Блин, почему я еще раз ударил? Я ударил больше раз, чем пытался. Ладно. В общем, хотелось бы увидеть либо магазин с оружием, либо просто сундук с оружием, либо просто оружие, либо... В общем, что-нибудь оружие. Также хотелось бы набить еще 16 убийств. Чтобы потом можно было получать урон. Хотя все равно, конечно, получать урон всегда плохо. Ну, посмотрим. А там человек со свитком? Или, может быть, не со свитком? Потому что вроде бы иногда такие чуваки дропают легендарку, вместо того, чтобы свиток дропнуть. Я наверху еще не был, так что... Вообще нет. Сначала стоит этого чего убить. Свиток двойной. Наверное, я тогда качаю зеленые предметы. Они мне прямо сейчас больше помогают, и они дают больше хп в целом, чем красные. Хотя они незначительно. Блядь, вальмонто. Отсылка к изливанию. Естественно. И вроде как это очень хороший хлыст. Вроде как. Он, типа, критует, если враг на... На правильном расстоянии, что если кончиком именно попадать. Ну ладно. Мне не нравится все, что внизу происходит. Так что в идеале я бы туда спустил. Сюда, с другой стороны. Так намного лучше. Еще плюс статы. Тактика. И магазин. Но не совсем тот. Лук пехотинцы, конечно, хорош. Наверное, я его куплю. Но мне бы хотелось какой-нибудь другой лук. Как бы мне бы хотелось дальнобойное оружие. И это явно лучше, чем то, что у меня сейчас. Но мне бы хотелось дальнобойное оружие. Лук пехотинцы это лук, но он ближний в бою скорее. Посмотрим. Может быть, после этого уровня что-нибудь получу интересно. А... Не, ну ладно. Я так сделаю, но почему его... Типа его подбросила, гранаты, и потом он упал. И это его выбило. Какого хрена? Да ладно. Капкан 3. Меня, в принципе, устраивает то, что у меня сейчас. Так что я разберу. Также 60 убийств. Также дверь за клетку. Сундук. Двустороннее копье. Не. У меня бьют не тот. И то, куда я иду, не то. А тут можно было куда-то подняться. Нет, тут нельзя было куда-то подняться. Ладно. Тогда не важно. Мощная граната или встанющий щит. Ледяная, конечно, хорошо, но это... Это будет ваншотить некоторых врагов. Или просто наносить большой урон. Остальным. Окей, тут я ничего не могу сделать пока что. Тут хилка. А, в этом. За что? Так. Ты тоже за что? Да, можно я сопрыгну? Так. Минус этот Бэтмен. Минус этот Бэтмен. И все. Тут можно пол проломить и убить этим чувака. Тут можно просто пострелять и убить этим всех. Тут тоже. Теревные башни, это не только там не нужно. Мне вместо этого нужно отправиться в древнюю канализацию. Которая еще один выход отсюда. Ммм, я там свиток не взял. Интересно. Тут просто... Почему на нем капли крови? Это типа особый модификатор какой-то. Редкий. Может быть это то, что он отхиливает меня, но я получаю больше урона или что-то такое. Не уверен. Ну, мы узнаем, что это такое. Наверное. Может быть. Так что, на самом деле, стоило телепортнуться назад, а не бежать пешком. Ну, что поделать? Тут тоже можно было бы, но тут 10 секунд бежать пешком. Меньше. А там огромная куча байтманов, которые на меня агрить по одному. Ладно, я могу так сделать. Зачем вы выдвигали мою бабушку? Ясно. Ну, ладно, это просто предмет. Опять, блин, почему шприц всегда в секретках? Непонятно. И почему скорпионы выкапываются не сразу? Чтоб я подошел, постоял несколько секунд, и тут передо мной скорпион. Что он до этого делал? Этого чувака не дамажит, посылает? Почему? Непонятно. А, нет. Меч мне не нужен. Тут можно сломать пол. И да, древние источные канавы, это то, куда мне. Но сначала я хочу исследовать уровень. А, на самом деле, тут есть еще один выход. Я не уверен, могу ли я в него попасть. Может быть, для него нужен бег по стенам. Но он ведет в опциональную локацию, которую можно полностью пропустить. И там много всего интересного в плане лута. Видимо, нет. Видимо, он... Да, вот там. Но, да, там много всего интересного в плане лута, но там сложно. Так что, наверное, я обойдусь. Но, наверное, я также дочищу все, что здесь происходит. Как минимум, враги иногда дропают хилки. И в стенах бывают скрепки с хилками. Так что ради этого стоит сюда сходить. Также элитник. Ради этого, может быть, тоже стоит сюда сходить, если он меня не убьет нахрен. Скорее всего, он меня убьет нахрен. Ну, особенно, если это такой элитник, который эти волны пускает. Ну, нет. Элитник. Не. Страшиваем элит. Ну, и золото. Секреток не видно. Вполне возможно, я их просто не замечаю. Но будем считать, что их нет. Так что... Поехали отсюда. В остальном я везде был, всех убил. Хорошо. По-моему, здесь тоже какая-то секретка была. Ну, я точно не знаю. Где-то еще в переходе между уровнями убивая секретка. Ладно, мне сюда. А... Точно 20. Не уверен. Амулет отравляет врагов, которые вас ранят. Это не очень хорошо. Разрыватель связок. 5++. Выглядит неплохо. Может, как бы щит. Ну, пофиг на самом деле. Амулет на силу мне не нужен. Так что это... Это то, что у меня уже есть, только лучше. Это не то, чем я прям суперактивно пользуюсь, но все-таки. Окей, блядь. Приходит сквозь щиты. Остальные нервы это нужно отпускать вовремя. Быстрый лук довольно неплох. Тяжелый арбалет, не знаю. Не уверен. Чеснок при кувырте за вами остается 3 штуки колючих, которые замедляют врагов. Не уверен, насколько это полезно. Пакость от успешной парирования и отражения выстрелов добавляют урон. Также шипованный щит. Но есть огромный урон врагам при блокировании их атаки. Это все круто. Наверное, танец с ножами стоит взять. Вместо гранаты. И остальное сюда закинуть. Чтобы следующие раны были лучше. И также специализированный магазин тоже стоит апнуть. И при рост товара все здесь стоит апнуть. На самом деле. Но это критичнее. Потому что специализированный магазин позволяет мне купить гранату, которая гарантированно выбивает чертежи из врагов. У меня есть рюкзак. Как это в рюкзак забрать? Никак. Я могу только оружие. Видимо, я могу только оружие, а не навык. Странно. Не надо. Улучшить до качества плюс. Плюс урон, если враг замедлен. Улучшить до качества плюс. Жарство с кровотечением вызывает кровотечение у других врагов поблизости. Улучшить до качества вес. Увы, я потерял такой же модификатор. Но ядовитое облако и прошивание целей может быть нормально. Заролю свой лук разок. Но, по-моему, стало не лучше. Ладно. Мутации, убийства в дальнем бою. Заряжают. Заряжают убилки. И да, такое еще советовали. Если я перекатываюсь в падении, то я могу заново его начать. И при падении с большой высоты я таким образом не ухожу в стан. Полезно? Ну ладно. Древние источные канавы. По сути, примерно то же самое. Не уверен, зачем эта локация существует, как бы отдельно. Потому что она недостаточно отличается от первой. Ну, может, я что-то не понимаю. Ну, типа, тут немножко другие враги. Вот эти вот грибы тут есть. А из них какой-то хороший чертеж падал. Я не помню какой. Ну, в целом, как бы, это та же канализация, только желтое, а не зеленое. Ну, посмотрим. А, но также тут ключи дропаются, да. Тут три врага, по-моему, дропают ключи. Суммарно. А, и в конце там, типа, штук десять дверей. Стоп, этот чувак был. У него свиток упал вот туда вот вниз. Серьезно. Я могу туда не через кислоту спуститься? Нет. А можно? Оно так не будет работать. Ладно. Потом. Ну, или не потом, раз я получу урон. Я не помню, о чем я говорил. Ну да, по-моему, три врага дропают ключи. И в конце штук десять дверей, которые... За которыми какой-то лут. И в этом, как бы, суть этой локации. А также, видимо, в ловушках, которые немножко странно работают. Потому что тут я не мог перекатиться после того, как один раз прыгнул. Было немножко странно. Ну, что поделать? Так, еще чертеж. Секретка внизу. У меня достаточно здоровья, так что пока что не буду есть хилку. Тут ничего. Ну, по крайней мере, на этой локе нет скорпионов. Но есть тентакли. Что хуже, на самом деле? Ну да, тентакли подъемные. У них две атаки. Одна это они выкапываются прямо подо мной. И пытаются этим сдамажить. И вторая это они выкапываются где-то сбоку и пытаются причаржиться. Кровые излияния 4L. Вызывает кровотечение. Наносит критический удар, если цель истекает кровью или отравлена. Оно 4. У меня 5+, но оно 4L. И это метательный топор. Медленный метательный топор. Я, пожалуй, пока что сделаю так. Потому что это медленный метательный топор, который имеет мало зарядов. К тому же нет. Но плюсы у него тоже есть. Особенно, если есть другой источник кровотечения. Наверное. Ну ладно. Перчатки хайбуса. Криты, если у цели меньше 40% очков здоровья. Блин, ну это как бы тоже хорошо, но можно немножко меньше легендарок. Это перчатки, которые спамят. Мне на самом деле не нравится эта штука. Кровые излияния, в смысле. Оно как-то слишком медленно. Так что пока что я разберу и пойду с перчатками. Потому что они хорошо допестят, когда у врага мало хп. Они довольно плохо допестят, когда у врага много хп. Да, сраный тентакль, это не то, что я пытался сделать. Супер-родиотское место. Ладно, вот эти вот грибы, это худший враг, который здесь есть. Потому что они подо мной спавнят шипы. И они это делают просто... Им пофиг, где я в этот момент, где они в этот момент. То есть, они откуда-то с другого конца карты это часто делают. Это тупо. И вот такие вот сочетания, когда тут Бэтмены, которые летят ко мне и взрываются. Гриб, который подо мной шипы делает. Плюс вот этот сраный тентакль, который... ...причардживается откуда-то из-за экрана. Ужасно. Это атака тоже ужасна. Но плюс два тактики. Да. Минус одна хилка, видимо. Да, у меня есть где-то кроссан, который 15% хилит. Но мне не хватит 15% сейчас. Ладно, плюс сундук, по крайней мере. Нет, огни бы, это не то, что мне нужно. Вот какого хрена он сквозь стену и с другого этажа и вообще. Я к нему даже попасть нормально не могу. Купые грибы. И это то, куда мне. Видимо. Хотя оттуда вниз еще можно. Это все мне особо интересно. Ну да, это то, куда мне. То есть я сейчас тут буду бегать, вот здесь. И все это время в меня будут кидать шипы. По крайней мере, какое-то время. Пока я не уйду достаточно далеко. Зонда с червями. Еще плюс тактика. А, и плюс секретка. Где я тут нужна? Во-первых, вот так вот сделать. Может быть я сам туда тоже мог запрыгнуть. А, это 4, у меня 4 плюс. Но это почему-то фиолетовая у меня белый. Не видно, как это работает. А, ну у меня белый, потому что я его англокнул, да. Потому что он бесцветный белый. А, нет, мой луч. А, тут есть еще одна секретка. По крайней мере, все, что там вот справа и снизу, это секретка. Но, видимо, туда не отсюда. Если так, то я не уверен откуда. Я также не уверен, что он. А, окей. Чертеж. Чертеж пятого уровня денег. Ладно, это лабиринт. Я понятия не имею, куда мне и как. Видимо, сюда и так. Я на самом деле, один раз проходил такое. Вроде бы именно это, но... Но понятнее оно от этого не становится. Так. А, нет. Во. Может быть. это ужасная хрень это еще не то куда мне я могу ужасные звуки давать ну тогда куда это как бы явно выглядит а вот сюда вот ура ужасная хрень и это еще и не помогает на самом деле потому что это как бы пятый уровень сохранения денег но это чертеж его то есть нужно сначала вкачать четвертый уровень день блин подняться хочу играть а у меня сейчас вкачать и повторить тентакли я тебя вижу разбирайтесь сами не снижу пройду а не еще тактики нужно еще двадцать врагов и в идеале не падать во всякие ловушки ну ладно мне нужно еще восемь врагов всего лишь пачка бетонов окей сюда не могу подняться сюда я не хочу подняться учитывая все шпы там и пойду врагов поищу лучше я хочу взять еще живучесть тут комната с лором и грибы и все я надеюсь тут есть еще пять врагов я надеюсь они есть но не с этой стороны явно не то есть мне придется сейчас подниматься туда где это печально капкан создает щит мне не интересно ну ладно шпы в этой игре иногда работают странно но тут они по крайней мере нормально расположены так что нет проблем сюда я тоже как-то не очень хочу но придется видимо проклятый сундук go надо а это мне не нужно это мне не помешает и это я надеюсь опять же тут есть еще 10 врагов потому что если нет по моему дальше у меня только босс дальше этого уровня как бы сразу босс и там я вряд ли что-то сделаю без урона а это секретка я пока что подожду минуту блин ну можно больше врагов и меньше ловушек ладно посмотрим что за секретка ну как то так отличная секретка всегда мечтал ну и тогда на этом все на сегодня я надеюсь вам понравилось это видео спасибо за просмотр с вами бываем пока пока